Приветствую, друзья! Продолжаем прохождение нашей Булатной Стали 215 за германскую нацию. Третья серия. Но опять-таки начнется она с новостей. С новостей неприятных. Вчера вышел позов в группе Булатной Стали, где сообщили о нахождении новой ошибочки, из-за которой, возможно, будут вылеты. Заключается это в том, что при уничтожении фракции ИИ игроком или другой фракции ИИ посредством захвата последнего города, но при этом не уничтожение, не при убийстве наследника или же правителя, будет вылет. То есть, сперва нужно убить наследника, потом убить короля. Ну, или постараться это сделать, если когда они будут находиться уже, собственно, в последнем городе. И тогда все будет нормально. Вот. Как-то вот так, друзья. В общем, надо нам резко тренировать убить. Кодики, в принципе, существуют для пересылки по всей территории карты, если такое у нас произойдет. Но будем как-то пытаться, наверное, это дело помочь компьютеру. Но ждать пятый патч и снова переигрывать всю кампанию у меня желания нет. Так что продолжим. Данная ситуация она была и в предыдущей версии была. Отместали 2.1.4. Ничего, играли как-то. Вон, за кордовский халифат. И такой ситуации у нас вообще, по-моему, не было ни разу. Так что, может быть, и здесь все пронесет, и все будет нормально. Так. Ну, давайте, собственно, к игре. Вот. Что у нас тут случилось? У нас девятый ход. Это, во-первых, я пропустил пару-тройку ходиков. Дождались мы момента, когда сейчас у нас, собственно, будет штурм Праги. И противник выйдет. И мы их как накерним, чтобы им не показалось мало. Так. Ну, сперва надо сделать задание. Специально не стал выполнять. А то ж я знаю. Некоторых скажут. Вот, у себя там денег. А я с тобой играю параллельно. У меня таких денег нет. Да ты читер. Ну, разве ж объяснишь, что каждая кампания, она уникальна. И бывают дары советов. Бывают вот такие вот халявные, прямо скажем, задания. А невыгодна карта, да? Ну, тогда просто торговля. Вот. По которым дается денежка. Куда деваться? Куда деваться? Никуда не денешься. Так, с Арагоном мы поговорили, что пойдемте к испанцам. Пойдемте к испанцам. Вот здесь вот крепость интересная. Надо заглянуть, посмотреть, что там. Десять тысяч. Десять тысяч. И при этом у нас везде все строится. Очень неплохо. Мы себя чувствуем пока что по денежке. Но это пока мы строим такие, знаете, там лесопилки всякие там, я не знаю, каменоломни. Первый уровень казар. Ну, в общем, дешевое здание. А когда идут до следующего уровня, допустим, военочки, там ценник с трехи начинается. Эти деньги, конечно же, просто у нас в трубу летят сразу. Что еще интересного случилось за это время? Начались новые войны. Начались новые войны. Я помню только про одну. Там, по-моему, арабы, Кордовский халифат, начал воевать еще с Испанией. Ну, это Кастилий или он. Вот. Они до этого с португальцами начали. И вот еще одна войну. Ну, помимо них еще две. Это вроде бы как вот Фатимиды начали воевать с Иерусалимом. Если я ничего не путаю. Это было уже. Да-да-да-да-да-да. И Сицилия присоединилась к войне против Византийской империи. Они теперь вместе с венецианцами воюют. Очень неожиданно. Обычно Сицилия, она высаживалась в Тунис, в Африку. И скорее начинала воевать с Кордовским халифатом, чем с Византийской империей. Конечно, такие тоже были ситуации. Когда Сицилия уходила куда-то в Грецию, особенно. Они там любят в районе Каринов высаживаться. Но это довольно-таки редко бывает. Но в этой катке, по всей видимости, действительно оно так произошло. Так. Что еще есть интересного? Появился у меня первый наш убийца. Ян фон Ахен. Вообще никчемное существо. Причем старое. Не знаю, что мы с ним будем делать. Но, по крайней мере, у нас есть, где его качать. Вот здесь отряд тех самых первых мятежников, которые появились возле Магденбурга. Они без генерала. Я уже подходил, войсками смотрел. Вот на них и будем тренироваться, на этих кошках. Так, далее. Далее у нас, значит, в Ульме у товарища Фридриха фон Гогенштаупена вырос наследничек. Вот он он, Фридрих фон Гогенштаупер. 14 лет. Вырос очень даже неплохим товарищем. 5 звезд командования, 2 благородства и 3 верности. Верности, конечно, маловато, но, как правильно подметили в комментариях. Все-таки у нас тут не совсем такие уж прям вассалы-вассалы. У нас, скорее, император-то первый среди равных, а так-то остальные вполне себе имперские, скажем так, князья по территории, влиянии, деньгам, войскам, мало чем уступающие императору. Так что их верность это ну такое явление, прямо скажем, неясное. Так что разработчики вполне себе правильно сделали, что указали минимальные параметры верности у всех этих генералов. Вот. Это вполне себе отображает действительность. Действительность, наверное, была еще хуже, но тем не менее. Хотя бы так. Веду я этого сейчас Фридриха в лагерь военный. Пускай подкачается немного. Ему это будет полезно. У нас уже начинается нашествие всяких разных купцов, но я с этим, к сожалению, ничего не могу сделать. Мои купцы очень позорные. Нашел я вот в Дании возле Раскили соль. Купца своего поставил 75 монет. Второго купца я только-только нанимаю, он у меня пойдет куда-нибудь. Ну, как мне советовали, скорее всего сюда. Хотя здесь скорее всего занято уже. но тут и помимо золота есть серебро, по-моему, тоже соль. В общем, что-нибудь найдем мы в горах Балкана и будем этим делом промышлять. Так, вывел также всех генералов и стеков, которые саждают города. Совсем забыл, что при осаде получаются отрицательные трейды. Вот, пока я не нахватался, я их вывел. Что еще из интересного? Что еще из интересного? Паписты взяли Анкону, венгры взяли Загреб, ну и в принципе-то и все, да? Да, больше ничем я таким и не промышлял, не занимался, не смотрел. Вот, так что давайте введем обратно командующего Вельфа пятого. Кстати, можно взять наемничков. Мечники Шваби. Ух, круто звучит, ну а почему действительно нет. 11-17 у меня других таких пока что взять негде. Давайте действительно возьмем, потратим денежку, но ничего страшного в этом нет. Все, ну и делаем юбилейный десятый ход и сейчас смахнемся с мятежниками, хотя может они вообще сдадутся. ну в принципе что у нас получилось мы взяли Прагу взяли Прагу никто с нами сражаться не стал к сожалению вот к сожалению никто не стал а жаль жаль друзья ну тогда грабим а грабим потому что сами видите порядок с полным стеком лишь синий надо нам немножко население здесь прорезить мятежные всякие разные головушки снести на кол насадить вот и все станет сразу хорошо зашло нам зашла нам денежка кстати денежки не так чтобы много да ну по 5000 по 5 по 6 заходят нормально обучился уже у нас третий товарищ товарищ вот и как раз далее задание на мец ну это очень очень хорошо так единственное мне бы кем-нибудь а вот как раз сейчас священника мы туда и зашлем чтобы посмотреть о хороший кстати трейд получил священник очищенный а сразу плюс 2 к благочестию 3 маловато ну ладно но мец пока никто не осаждает это радует так ну давайте пробежимся значит задание мы получили у меня к сожалению снова трагедия моего купца в дании разорили причем на него сперва напал датский купец и наш и наш вздюжил представляете я так обрадовался впервые в этой компании наш купец отбил нападок чужого купца разорил его но под конец самый пришел еще шведский купец и все таки нашего разорил ну вообще беда печаль скотины так отношения ухудшились с геной пишут 5 из 10 нормальные но скорее всего это какая-то чушня поскольку сам я отношения с геной не улучшал 6 из 10 быть не могло так что я не понимаю почему мне это пишут они так так и так были пятерочкой не больше вот уменьшиться до 4 они могли а так что кстати с папой римской такая же наёшка была у нас как было 5 так и осталось 5 хотя я 2 задания выполнил там обещали закаживать задание еще по кресту то есть у нас сейчас должно было быть как у Сицилии 7 крестов а на самом деле лишь 5 почему так тоже непонятно объявление войны сельжуцкий султанат с Ярусалемом схлестнулся давайте кстати заценим как ситуация на 10 ход с деньгами обстоит кто-нибудь еще бабок себе поднял нет по прежнему так остается Ярусалем и Грузия следующие идут где-то чуть больше 36 ну где-то 40 тысяч есть ребята но такое себе такое так у меня появился новый купец можем сразу еще одного заказывать что уж там кстати неплохой купец вот этот получился у меня с тремя лычками 35% шанс на успех 20 35% 25% 25% мало 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 ну ладно давайте пока вот здесь вот встанем и будем постепенно на север таки перемещаться что у меня здесь на втором месте мы находимся неплохо что у меня по денежке ну 5300 заходят это хорошо что строительство ух много как всего построилось ну давайте Гамбург Гамбург но мы здесь немножко в торговлю ушли построили шахты построили вот хлебный рынок это прирост населения даст неплохой вот нам сейчас либо начинать военку развивать либо все таки еще немножко прокачать экономику хотелось конечно и то и другое и третье давайте водяную мельницу построим до 3% разгоним рост населения а потом военочкой займемся кстати здесь купца теперь можно тоже нанимать давайте наймем так Магденбург построили каменоломье вроде все я правильно заметил ну вот вот такое поселение конечно даже не знаю ну-ка много нам даст склад ресурсов 20 монет всего но это не то о чем я мечтал прямо вам скажем давайте часовинку поставим это по-моему будет идеальное решение в Нюнбурге построился склад ресурсов это хорошо что здесь здесь наверное церковушку они теперь дополнительный доход для города дают я так понимаю там еще в десятину будет уходить но все равно давайте строить ничего страшного в этом нет так Инсбург поля Инсбург поля ну здесь наверное можно каменолом уйти пока так и здесь еще ну нет по войскам наверное пускай так остается баллоне тоже поля расчистили давайте нам порт построим это морские торговые пути это денежка он нам и так баллоне за 2000 уже дает и это хорошо так Берн построили дороги теперь можно наверное к каменоломне ой можно нанимать уже пеших рыцарей феодалов тем более они здесь на бесплаточку встанут шикарно все с этим справились вот было 13000 осталось 3000 так ну и нам три хода еще подождать пока мы Милан не возьмем да хорошо хорошо так давайте по-бырому значит ух ты штейтин швиды взяли вот это вот это номер я такого не ожидал я вам признаться скажу совсем не ожидал да ты смогу ненбурга ты значит идея 28% ну возможно мы сейчас потеряем нашего убийцы но настолько бестолковый что не добрались мы до него что я даже наверное и не расстроюсь если мы потеряем его иметь 0 ачивок 0 в 41 год что из него может вырасти ничего ровным счетом ничего а что у меня здесь а у меня здесь лошади бегают попробуйте рискнуть купца разорить 35% нет нет не хочу я так рисковать обойдемся так вы сами можете двигаться вполне что у меня там с дипломатами с византийцами я уже говорил идем к этим как их мать их за ногу половцам вот вспомнил наименование половцам идем здесь идем к испанцам памплон уже взяли а вот он и бургас хорошо что еще можно сделать армия значит значит что мы будем делать во первых но у нас по идее здесь одни союзники да одни союзники но два отряда мы оставляем ну это не знаю вельф что с ним делать у нас вельф из из Альцбурга тут еще да куча какие-то мятежники появились сейчас с ними сразимся коль не дали за прагу повоевать но все таки вельф пошлем я не знаю пока пускай он ведет пока он ведет как раз вот этот молодой наш товарищ обучится в лагере и возьмет управление на себя да так и сделаем вельф потом вернем но он тоже ни о чем товарищ хорошо это мы обговорили это мы сделали тут уже инквизитор вон ползают ну вас какой так давай расшатаем засранцев чтобы они не смели здесь на нашей территории пыхтеть что тут два отряда легких копейщиков шикарно ну что там парни к нам идут да парни к нам идут нет парни к нам не идут все как обычно они от нас убегают ну давайте конницы их догоним прочарджу прочарджуем господи да что с вами не так то и они убегают серьезно что за бред вообще бегите догоняйте второй отряд пошел сражаться ладно половина врагов уже мертва половина врагов мертва давайте дадим попытку прокачаться нашим арбалетчиком на дадим но вы их вообще когда нибудь увидите нет или нужно чтобы они вообще вплотняком подошли пречи увидеть этих бедалаг Они еще от них испорятались Парномать Ну в общем В общем вы щеглы позорные Я вас так назову Просто позорные щеглы Очень маленькая дистанция У этих арбалетчиков В общем Я очень неприятно удивлен Если я об этом знал бы раньше Я бы наверное брал бы гораздо меньше Ну ладно Здесь в любом случае мы их победим За счет нашей численности Да уж Кошмар Ну да 200 монет заработали Сейчас нам больше потратим На переобучение Одна конец только 177 монет Бугагашечка И этих еще 21 Вот как раз оно то на то и получилось Так ну мы все сделали Давайте Сохраняемся и Отправляем себя в 11 ход На Наконец-таки Одиннадцатый ходик Отлично Король Сицилии мертв Ну бывает Бывает Также правитель Гену И мертв Но это неплохо Ну и у нас Битва при Артахе Сражение между армиями Крестоносцев По командованию Танкреда Таренского Знаменитого Регент Антиохи И турками Сельджуками В главе С Фахар Альмулька Радваном В 1105 году После Крупного поражения Крестоносцев В битве При Харане В 14 году Все антиохские крепости Квосток от реки Аронг Были брошены Для того Чтобы добыть Новые подкрепления Для крестоносцев Буэмун Первый антиохский Отправился в Европу Оставив Танкреда Таренского В качестве Регента Антиохи Регент стал терпеливо Возвращать Посеренные замки И восстанавливать Укрепления Танкред Таренский Осадил замок Артах 25 километров К северо-востоку От Антиохи Когда Фахар Альмулька Радван Попытался снять осаду Танкред Таренский Дал ему бой И разбил Войско Алеппо Францкий князь Как предполагается Выгнал сражение Благодаря умелому Использованию Пространства Крестоносцы Смогли получить Тактическое преимущество Используя тактику Притворного Отступления Молодцы Че тут скажешь Дипломатия Начались войны Между Швецией И Данией Это очень хорошо Это прям вот Хо-хо-хо-хо Вот Это замечательно Потому что Хоть кто-то Отвлечет Данию Во-первых От нас Хотя они В принципе И так вроде бы К нам не собирались Но кто их знает Ну вот Ну и плюс Киев Начал воевать С Ордой Половецкой Вот тоже Интересное Такое событие Так В Гамбурге У нас Образовался Значит Агент Купец Купчина 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 Ну куда тебя Ну давай Хотя бы Вот сюда Поставим Может ты хоть Чему-то там Научишься Так А вот этого Купца С тремя С тремя Плашечками Куда мы тебя Куда тебя Быть Давай вот сюда Вот на древесину С ходой Ты не дошел Да Ну и ладно Не страшно Далее Значит Кто-то у нас Благочестие Заработал Еще одно Но неплохо Он у нас тут На разведке Стоит О Нашли Еретика И мы нашли Целый Французский Стэк Подли Меца Вот это Друзья Неприятно Конечно Еретика Убиваем Это Отлично Но Конечно Это ППЦ Неприятно То есть Мец Мы скорее Всего Не возьмем На Я сюда Никак Не успеваю И никем Можно Было Конечно Собрать Что-то Там Похожее На Армию Но Нет Запаса Раскидаем По Нашим Форпостам Но Это Обидно Буквально Нам Сколько Не Хватило Три Три Хода Наверное То есть Раз Два Три Ну то есть Если Прагу Не Осаждали А Именно Штурмовали То Скорее Всего Мы Успели Единственное Войска Потеряли Так Опять Множество Построек Построился Теперь Мне Наверное Уже Единек Не Хватит На Все Это Франкфурт Столица Наша Ну вот Каменоломню Строите В последующем Пригодится Магденбург Пора 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 Даже Не Знаю Даже Не Знаю Уже Все Дорого Пускай Будет Кожевенная Мастерская Наверное Нюнберг Колодец В принципе Здоровье Почему Нет Ульма Ульма Лисопилку Делают Зальцбург Дороги Построили Да Ну Поля Тоже Дело Хорошее Кельн Плотную Дорогу Забац Вот теперь Колодец Делаете 4 тысячи Даже денег Осталось Что Весьма Весьма Неплохо Армия Наша Продолжает Перемещаться Но Теперь На самом Деле Даже Особого Смысла Перемещать Нет Потому Что Кельна Мы Уже Не Успеем Как Не Напрягайся Как Булками Не Шевели А Уже Все Зазря Все Пропало Друзья Все Пропало Да Это Это Я вам скажу Обидненько Очень Обидненько Надеялся Я На Другое Так Торговлю С Испанцами Хорошо Идем Значит К португальцам Во время Перехода Хода С торговлей Договорились Со Шведами Шведская Принцесса Пришла Предложила Торговлю Я Согласился Вот Датчане Что-то Ходят Здесь Ты Смотри Ничего Не бояться Ничего Не бояться Мне Должен Быть Еще Один Священник Вроде Бо Вот Он Сам Идет Пускай Идет Так Вроде Мы Можно Смело Делать Следующий Ход Но Есть Ли У нас Надежда На То Что Французы Не Смогут Взять Мец Естественно Тут Пол Стэка В Мец Сидит А Французов Полный Стэк Пришлепало Хоть Тут Войска И Какахи Наверняка Но Они Таким Составом Конечно Возьмут Кстати Говоря Леон Стоит Бесхозный То Здесь Стэк Был Французский Но Они Посиделись Не Смогли Взять Они Дижон Взяли И Скорее Всего Вот Этот Стэк Потом Пошел Наверх К Мецу То Мы В принципе Можем У этих Ребятюшек Леон Перехватить Вопрос В другом Нужен Леон Леон Потому Что Это Такая Избушка На Корех Ножках Шестью Здания Форт Ну В принципе Он Выгодно Расположен С одной Страны С него Удобно Будет На Леон Атаковать В смысле На Марсель Да и На Леон Тоже Удобно Будет В смысле Не на Леон А на Дижон Удобно Будет Атаковать Но Я Даже Не знаю Даже Не знаю Опять Таки Но Стэк То У нас В любом Сто Свободился И И Идет Ну Посмотрим Короче Так Убийца Первый Наш Этот Поход 28% Ну Вы Поняли Да Какой Кошмар Ну Я Другого И не Ожидал На самом Деле Там Такой Товарищ Что Просто Совестно Становится За него Так Подсохраняемся И делаем Следующий Девенадцатый Ход Так Наш Молодой Фридрих Обучился В лагере Это Здорово Иностранный Инвестор Прибыл Готов Занять Нам Денег Можем Бразиться К нему В любое Время Он Сразу Осмотрит Наше Подожжение Да Мне Это Особо Не Нужно Опаньки Развод На Бабки Охота На Волков Но Надо Платить Надо Платить Потому что Иначе Они Могут Какого-то Нашего Генерала Покусать Он Сильно Снизит В очках Движения Что Мне Конечно Не Хотелось В Берне Появились Пешие Рыцари Также Наверное Ветеранов Продолжаем Нанимать Появились Агенты Сейчас Разберемся С ними Какие Новости У нас Эберхард Австрийский Плюс Один Благочестию Это Которая У нас Идет На Балкана Император Наш Енрих Четвертый Получил Пассивность Это Не Очень Хорошо Но Тут Не Отрицательных Не Положительных Так что В принципе У него Уже В принципе В годах Так что Ничего Страшного В этом Нет Генрих Девятый Черный Получил Мытаря Минус К порядку Зато Плюс Здесь К налогам Это У нас В Инсбурге Сидит Ну Пускай Сидит Ладно Можно Наверное Ветеранов Тоже Поднанять С этим Все Ясно На Четвертом Месте Мы сидим Армия Третье Место Занимаем По финансам Жопи Мира Строительство Третье Население Седьмое Недурно Недурно Так Опять У нас Множество Городов Где Закончилось Строительство Ну Берем Дешевые Здания Естественно Они Быстро Строятся Так В Магденбурге Теперь Можем Переобучаться Давайте Переобучимся У нас Кстати Мы Что-то Построили Кожевиную Мастерскую В Магденбурге А до этого Мы Че Строили Мы Здесь Казарма Гарнизона Второго Уровня Уже Построено Да И Можем Нанимать Мечников 7-18 Слушайте Ну Это Здорово Давайте Поднаймем А че Нет Так Ну И Нам Очень Не Хватает Гильдии Вот Гильдию Убийц Гильдию Купцов Прям Вот Песец Как Не Хватает Надеюсь В ближайшее Будущее Они Появятся Блин И я И так Но Закрылся Строительством Ладно Так Найдем Ручками Кельна Кельна Ну Вот Каменолом Не Устроим Так Нюрнберг Будные Резервуары На здоровье Ну Давайте В принципе Дороговато Но Здоровье Нужно Качаться А то Какая Чума Возникнет Так В Праге Дороги Первым Делом Вена 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 Давай Большую Лесопилку А то С деньгами Как-то У нас Тут Не Совсем Хорошо Все Уже Практически Потратили Инсбург Лесопилочку Так И вот Здесь Еще Два Города На них Наверное Уже Не хватит Вот Колодец Делай И Берна Лесопилку Делай Прямо Впритык Хватило Прямо Впритык Друзья Но Мы Дорогие Вещи Заложили Француз Засадили Мец Ничего Я с этим Поделать Не смог Но Можно Было Попытаться Что-нибудь Придумать Взять Допустим Конец Взять В осаду Ее Нас Конечно Каждый ход Откидывали Мы Отступали Но Такое Себе Тем более Мец Он В принципе Прописан Французам Если Мы Его Взяли Война С Французами В ближайшее Время Нам Была Гарантирована Особенно Учитывая Что На них Англичане Так И Не Напали То Это Прямо Вот Сто Пудово Случилось Так Армия Армия У нас Идет Значит В попытке Перехватить Леон Да Так Вот Этот Генерал Молодой Фридрих Обучился В лагере Получил Он Плюс Один Здоровье Что Неплохо Возглавляет Эту Армию Наемники Мне Не Нужны И Кстати Вот Эти Ребятишки Они Могли Вполне Себе Катар Присоединиться Да Здорово Кого Тебе Здесь Не Хватает Четыре Лукаря В принципе Когда Будешь Мимо Проходить Тогда Мы Тебя И Пополним Да Да Лазучик Здесь О Ребята Мы Наверное Клеоны Не Успеем Тут Уже Французы Стоят Коцаны Коцаны Но Уже Тут Они Да Французики Успевают Все Свою Подъесть Так Здесь Остался Один Ход Сейчас Мы Сразимся За Мила Но У меня Есть Такое Подозрение Что Они Не Будут Сражаться А Тоже Сдадутся Так Давайте Побыром Пробежимся Дипломатами Где Что Мы Хотели Вот Она Порту Торговый Соглашение Торговое И Бежим В Кордову А Здесь Мы Пообщаемся Сейчас Половцами Только Я не Помню Где Они Вот Торговишь Давай Торговлю Тоже Так И Побежали В русские Княжества Ну И В принципе Что В принципе Все Да С Агентами Тут Пока Все Очень Печально У нас Два Купца Но Стоят Они На Таком Говне Что Просто Хоть Стой Хоть Падай Только Чтобы Отбить Расходы На Их Создание Нужно Там Ходу В 15 Стоять Так Ну Все Мы Сделали Отправляемся В следующий 13 Ход Ну И В принципе Смотрим Что Произойдет В Милане Неожиданно Согласились Выйти Мятежники И дать нам Бой Мозг Скупой 500 Рыл Ну Здесь Да Прилично Войск Но Поехали Сразимся Особо Они Не спешат Тоже Выходят Здесь Строятся Можно Наверное Ускорить Немножко Процесс Побежали Они Вперед Вперед На Нас Лучники Должны Сейчас Заработать Да Начнут Обстреливать Конницу Что Естественно Здорово Пошел Чардж Наши Ждут Ну Естественно Не без Потери Но мне Абсолютно Не жалко Вот эти Отряды Получения С копьями Потому что Ну Они Самые Простые Он Даже Кто-то Побежал Какой-то Отряд У нас Чельмицы Но Это Конечно Супостату Не поможет Конница Начинает У нас Нападает На Конницу Вот эти Два Отряда Перехватывают Вот этих Товарщичей Здесь Пожалуйста Будьте Любезно Здесь Немножко Отойдем Ну Вот Здесь Сейчас Справимся Пойдем За лучниками Здесь Нам Все-таки Надо Конный Чардж По Ополчению Ударить Здесь Не совсем Понятно Почему Эти Ребята Убегают Серьезно Вы Убегаете Я Честно Говоря Немного В шоке Нахожусь От всей Этой Байды А Вы Возвращаетесь Да Ну Надо же Так Здесь Ели Можно Сюда Прочарджить Конница У меня Освободилась Пошла К лучникам Ну Сами Видите Такие Войска Вот Эти Ополчения На них Положиться Нельзя Вообще Никак Никаким Образом Они Очень легко Убегают Они В первом В первом бою На На стенах Меня Точно Так же Подвели Просто Взяли И Убежали Хотя Там Бежать Особо Не от Чего Было О И Сейчас Они Такой Же Ерундистикой Страдают Просто Берут И Убегают Так Здесь Побежали В Чардж Хотя Хотя Казалось Было Против Кого Здесь Убегать Тут Уже Все Ну Выигрышная Ситуация Мы Тут Уже Почти Всех Победили Куда Вы Убегаете То То Есть Ребята Вы Че Прикалываете Что Подошла Наша Конница Сейчас Порядок Наведет Здесь Застрельщиков Арболитчиков Тоже Мы Взяли На Кукан Вроде Как Справляемся Куда Вы Все Твари Убегаете Вы Мне Скажите Конница Выходи И Строися Для Очередного Чарджа Здесь Никак Не Закончат Они Застрельщиками Бодаться Но Тяжко Им Тоже Они Не Для Того Они Были Созданы Здесь На Это Дело Продолжаем Один Отряд Давай Туда Беги Второй Отряд Сюда В Спинку Удари Давайте 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 Тут Убегающие Есть Ну Вроде Как Разобрались Да У нас Еще Он Конится Чардж Какой Кошмар Друзья Просто Кошмар Вот Действительно Остановитесь И Сражайтесь И Это Хорошо Что Мы Тут В осаде Держали Если У нас В таком Ключе Мы Напали Штурмовали Город Но Вы Сами Понимаете К чему Это Все Привело Да Я Надеюсь Вы Понимаете То Это К Вопросу Почему Ты Осаждаешь Города Не Штурмуешь Такими Войсками Только Штурмовать Так Ну Вроде Все Да Ну Аллилуйя Не Прошло И Десяти Лет Как Вы Справились Хотя А он Где-то Страдаете Да А это Вас Конница Там Зажимает Вот Она Какая Хорошая Конница Лучников Наших Все Заставил Трое Конников Но Четверо Конников Заставил Убежать Целый Отряд Лучников Там Крестьяне Конечно Но Надо Это Принять Принять К сведению Что Данными Войсками Первого Уровня Какие-то Баталии Устраивать Очень Сильно Не Рекомендуется Какой Кошмар Аполченцев Надо Всех Распускать Они Нам Совершенно Не нужны Так Ну и что И он Возвращается Один Застрельщик До этого Убежавший Класс Ждем С нетерпением Мы тебя И где-то Там еще По-моему Кто-то Ходит Бродить Ходил Уже не ходит Сколько мы потеряли 44 Полармия Ребят Полармии Против Вообще Да никого Так Ну я не понял А ты как Выходить Не собираешься Нет Серьезно А где он Это скотина А ну все Слава я Он побежал Испугался По всей видимости А так бы Не знаю Нам пришлось Всю битву Ждать Да Кошмар Просто Мы потеряли Больше Чем У нас было На косаре Больше А количество Потерь Один к одному Какой Кошмар Какой Кошмар Ужас Да Но главное Мы сделали Друзья Мы захватили Очень большой Город Милан Мы его Не будем Грабить Мы его Именно Займем Хотя Можно было Бграбануть Но делать Мы этого Не будем Потому что Какие-нибудь Постройки Сломаются Тут Есть гильдия Есть гильдия Ну к сожалению Теологов Ну ёшкин Ну почему Не убийцы Или купцов А Гильдия Теологов Да Нам Не вообще Вот Ладно Да То Мы получили Здоровенный Горд Который Приносит Еще Две Тысячи Тысячи За сражения Еще Получили Так И Кандидат На усыновление Но опять-таки Без верности Такой Нам Не Нужен И У нас Союзник Вступает В войну Королевство Венгрия Начинает Войну С Венецией Ну ёшкин Кот Ну нафига Нафига Вы это Делаете Ну и Кого Оба Наши Соседи Это Конечно Вопрос Вопрос Ну наверное Поддержим Венгрию Потому что С ней С Венгрией У нас Хорошее Отношение Семь из десяти А с Венецией Лишь пять Из десяти Поэтому Наверное Сделаем Вот так Опять Нас на две тысячи Разводят Уже второй ход Подряд Или там не подряд Через ход Это уже блин На второй раз Сколько вы Совести И имеете Битву При Танжбре Сражение Между войсками Английского Короля Генриха Первого И нормандского Герцога Роберта Третьего Куртгеза Состоявшийся 28 сентября 1106 Году У замка Танжбре В юго-западной Нормандии Современный Департамент Орна И тут Охренеть Не стать Сколько читать Я читать не буду Время серии Уже подходит К концу Так что Давайте-ка Вы сами На паузе Вот с этим Определитесь Прочитаете Я не буду Потому что Ну Время не резиновое И делать Очередную Часовую серию У меня Желания Особо Нету Было бы это Раньше Я бы прочитал А так Ну конечно Тут столько всего Понаписано Что кино Так 5 из 10 Так остается Расторжение Союза С Венецией Это мы что-нибудь Придумаем Конечно И война Венгрии С Венецией Обалдеть То что мы Наняли И переобучили Что у нас вообще По деньгам Скажи мне Пожалуйста Вау Неплохо Так 9400 Заходят Очень неплохо Мы прокачали У нас Мы В принципе Всю армию Содержим Одними налогами Да Купечиство Приносит Копейки Всего 300 Монет Зато Торговля Выросла Уже до 3300 Рудники Дают Почти 1000 Сельское Хозяйство 5700 При этом У нас По прежнему Положительный Баланс В коррупции Еще 1000 Да Ну отлично Милан Конечно Нам очень Пригодился Так Новости Новый член Лоренц Франкунский Сейчас Глянем Алтири Второй Храбрый Получил Хреновый Трейд На войска Еще и Минус Верность Это ты Где Дружок Так А это Дружок У нас Собственно Штурмовал Милан Да Но мы Тебя И не Собирались Оставлять В Милане В Милане Все плохо Но тут Можно Вот так Налогами Сыграть В принципе Ничего страшного С вами Не случится Первым делом Вообще Вот Колодец Построим А войска Пускай Переобучаются Пока Хотя Их по идее Надо вообще Распускать К черту И матери Потому что Они такие Не нужны Для полченца Ну так Сугубо Для гарнизонной Службы Еще Более Менее Так А что Мне с тобой Делать Там Кстати Наемнички Хорошие 713 Блин Но я вообще Им хотел Заменить В баллоне Наследника В принципе Это я и сделаю Так Четвертое Общее место Это неплохо 10 тысяч Что у нас там По строительству Опять Хреновая куча Городов Ну давайте Продолжим В столице Здоровья Гамбург 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 Пускай будет Порт Это важно Магденбург Склад Ресурсов Хотя Хотя Ну такое Такое Прямо скажем Я бы не стал Наверное Я еще подумаю Ульма Ульма Что нибудь Дешевенькое Инсбург Дешевенькое Уже почти Кончилось Так В баллоне Порт Построился Это шикарно И здесь Я наверное Заложу Темницу Дорого Я знаю Куда деваться Убийцы Нам нужны Зальцбург Каменоломни Биорна Биорна Поля И еще У нас Милан Который 1800 Приносит А уже Заказал Все По деньгам Осталось В притык Так Армия Наша Ну Видим Тут Французы Леон Уже Осадили Мец Осадили Все Осадили И вообще Непонятно Стоит ли нам Куда-то Идти И копошиться Над этим вопросом Я конечно Подумаю Друзья И свое решение Уже вам Расскажу И покажу Уже в следующей серии На сегодня Все Спасибо Что были со мной Ставьте лайк Спишите комментосы И конечно же Подписывайтесь На канал Всем Пока Пока Субтитры